Сегодня на главной странице интернет-ресурса шесть вкладок. Информация представлена в казахском, русском и английском языках. Отличает сайт и наличие обратной связи. Эта функция, отмечают разработчики, должна сыграть одну из ключевых ролей при принятии решений по отдельным программам. В частности, речь идёт о переходе казахского алфавита на латиницу. В разделе «Переход на латиницу» доступна форма обратной связи. Что это означает? Это означает, что любой пользователь сможет оставить в свой комментарий свое мнение касательно варианта казахского алфавита на латинице, либо того или иного звука той или иной буквы. Не забыли разработчики и о пользователях социальных сетей. Они также могут оставлять свои предложения и вопросы по смене алфавита. При этом, чтобы оставить комментарий, пользователям даже не обязательно заходить на сам интернет-ресурс. Можно воспользоваться социальными сетями. К посту необходимо просто поставить хэштег «Латынь». Давать разъяснения по поступившим вопросам будут члены рабочей группы, а также представители института языкознания. Разработчики обещают, что поступившие на сайт инициативы будут учитываться в дальнейшей работе по переходу казахской графики на латиницу. Как только будет принята эта графика, многое зависит от этого, Министерство образования и науки планирует утвердить соответствующий график, план по внедрению этой графики во всех организациях образования нашей страны. Это вопросы издания нормативных словарей, это очень большой масштабный вопрос по подготовке, переподготовке всех наших коллег, работников педагогической сферы. Другие вкладки интернет-ресурса также посвящены программной статье. Это разделы Туханжер, современная казахская культура, 100 новых учебников, 100 новых лиц и сакральная география. Стоит отметить, что запуск проекта происходит в несколько этапов. Контент будет наполняться по мере реализации каждого из направлений. Диарх Мечин, Андрей Деменок, РТН.